Ой, господи, вы видели? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и Скромняшка Крис! Всем... Чё? Мне так не здороваются! Как? Всем привет! Так уже прощаются, ну... Сегодня мы с вами будем... Сегодня мы с вами будем готовить кое-что очень, наверное, вкусное и, главное, быстрое. А ещё главное, что полезное. А ещё главное, ты правильно позвала меня в эту рубрику «Я же шеф-повар от Бога». Поэтому я тебе, если что, подскажу. Да, мы, на самом деле, с тобой вместе шеф-повара быстрого приготовления. Сегодня я зашла в магазин пудов, на самом деле, не скрою это, не буду бояться их прорекламировать. Может, уже... Скажи, твои земляки, мы же прочитали недавно. Это с Ростова они? Я же тебе говорю, Ростовская область, Таганрог, ну, рядом. Ай, ладно, прорекламируем земляков. Это не запланированная акция рекламы. Это другой пудов. Ну, может быть. В общем, я зашла в магазин пудов, там очень много всего... Таганрог. Таганрог. Таганрог, наши родные, соседи. И я увидела такие... Ну, так я люблю быстрого приготовления всё, потому что люди, мы занятые, творческие. Вот Кристина постоянно занята прической. Когда готовить, да? И поэтому у нас быстрый, полезный перекус. И я увидела хлеб. Хлеб. Хлеб, хлеб. Два хлеба. Один я взяла хлеб цельнозерновой с семенами. Посмотрите, какой он полезный. Тут вот прям видно, какой полезный. А второй, ну, это просто, да, вот есть. А второй хлеб фруктовый с семечками и с протеином. Смотрите, тут вообще мега полезный прям. Видно, да? Семечка у семечки в руках. Девочки, ты че, у меня семечка, я назвала? Зёрнышко. Девочки, ты че, мелкое зёрнышко? Меленькое зёрнышко, вкусное, пахнет маслом, простите. В общем, вот эти вот смеси, девочки, стоят по 31 рублём, по-моему. 35 рублей. Офигеть, сколько всего можно приготовить. Ты в шоке? Я в шоке. И самое интересное, что ничего не нужно. Нужна пачка вот этого вот смеси и 60 миллиграмм воды. Это 6 столовых ложек. Это очень выгодно. И знаешь почему? Потому что наши края южные, они очень хлебосольные. И поэтому они даже в ущерб себе делают такую дешёвую продукцию. А главное полезно. Полезно, всё в сборе, то есть всё для девочек, для хозяюшек. В общем, сейчас мы, шеф-повара от Бога, приготовим вам и себе в первую очередь вот такие вот два хлебушка. Какой бы ты хотела приготовить? Ой, ты знаешь, я только что... оба хочу. Хочу всё... Ну, выбери один. Один пусть готовит ты, другой я. Ну, тогда я буду... Сладкий или солёный? Солёный. А теперь мы наугад выберем, кому что-то нравится. То есть ты тоже хотела с... Я не знаю, какой я хочу. Просто мне интересно было, какой ты хочешь и какой тебе выпадет. Выбирай. Выбирай, вот. Выбирай. Блин, да вы не знаете. Выбрала, она. Подожди. Блин, да что? Выбирай. Какой тебе выпадет? Нет, она пока... Руковый. А ещё раз, не надо выбирать. Да хватит уже. Понятно. Не, ну я могу... Не, на самом деле я могу фруктовый. Почему мы вот это вот заморачиваемся? Короче, что нам нужно? Я уже всё прочитала. Нам нужна ёмкость какая-то. Либо вот такая квадратная, либо круглая. Вот я решила взять одну такую. Одну можно взять в кружку. То есть можно готовить как в такой таре, можно готовить в кружке. То есть всего будет кружка? Но главное 300 мл. Да, эта кружка у меня 300 мл. То есть получится вот такой, наверное, хлебушек кругленький. Прямо как в магазине. Но небольшой. А какие они? Такие продаются зерновые. Они вот такие маленькие продаются. И стоят, блин, по 100 рублей. По 150. Реально я такие покупала. Ладно. Ты в чём хочешь приготовить? Я побольше. Побольше, да? У тебя обычный побольше. Хорошо. У меня будет сладенький. Сделаем в кружке. Посмотрим, как оно всё пропечётся и как сделается. Итак, что нам дальше нужно? Читаю, что там нужно. Содержимое пакета поместите в круглую или квадратную формочку. Или в кружку около 300 мл. Добавьте к смеси 60 мл или 6 столовых ложек воды комнатной температуры. Тщательно перемешайте. Всё, поехали. Я приготовила вот здесь водичку. На тебе столовую ложечку. Смотрите, серого цвета. И у меня серого цвета. Запах немного непонятный. Даже с сахарком как-то. Как курага или сухофрук. Что-то такое вот перемолотое. Да, что-то так напоминает. У тебя какие-то сухофрук. Семечки ещё есть. Такой ответственный момент. Семя семечек. Или семя льна. Также здесь есть и семя льна, и семя семечек. Здесь всё это есть. Это правда. Выглядит симпатично, да? Выглядит, да, как смесь для приготовления хлеба. Но у меня выглядит примерно так же. Моё сделаем потом. Давай твою сначала. Давай попробуем. Интересно просто. Именно шесть ложек. Да, шесть ложек. Или кружка. Раз. One. Два. Не написано, тёплая или холодная. Поэтому... А, комнатная. Три. Хотела усумничать. Четыре. Пять. Шесть. Давай, мешай. Ой, мешаешь ты, как профи. Аккуратненько. А что, чтоб не летела по кухне брызги. Великолепно мешаешь. Слушай, ну да, здесь просто перемешать нужно. Давай я тебе помогу. И поставить микроволновку на 4 минуты при мощности 600 ватт. У тебя сколько мощность? Примерно столько. Да ты даже не знаешь, сколько у тебя. Почему? Не написано. А, нет, не написано. Слушай, это мега крутой, быстро приготовляющийся хлеб. Да. Смотри, то есть всё чисто. Вообще за 2 минуты смешали. Ну давайте пока мешай своё. А я сейчас тоже в своё добавлю. Если оно постоит немножко с водичкой, мне кажется, ничего не нравится. Да, в принципе, ты уже размешала. Я всё-таки предлагаю, чтобы оно постояло. Любое тесто, любая смесь, любая выпечка перед тем, как приготовиться, она должна, желательно, не должна, конечно, но настояться. Но мы не будем ждать, да? Я сделаю 7 ложечек. У меня уже, если честно, он стал руками мешать. Серьёзно. Ну всё, давай, покажи свою смесь. Получилась она вот такая, я смотрю, у Кристины. Зелёно-коричнево-жёлтенькая. Жидковатая. Но мы её сейчас вот так распределим. Это пара, она такая и должна быть. Хорошо. Девочки, знайте. Кристина, шеф-повар, она знает лучше. Это точно. Всё, мы распределили вот так и отправляем в микроволновку. Нам ничего не написано так. Не просто распределили, а по стенкам вот это разбрызгало-то. Не надо, тут и так его не много. Кристина, там не написано накрывать крышкой? Это уже на твоё усмотрение. Открываем микроволновку. Кладём наш хлеб. Так, у меня на высокой, я не знаю, высокая это сколько? Может, на умеренно высокую? У меня, честно сказать, вот даже не регулируется. Я делаю умеренно высокую. И включаю на 4 минуты. Да будем смотреть до готовности, внешний вид. Кристина, у нас с тобой такие хозяюшки вообще офигевые. Мне самой так нравится. Смотри, всё чистенько, аккуратненько. Ну, и быстренько, и полезненько. А у меня, смотрите, в кружке вообще получилось 1 третья кружки. То есть, ну, вот там на дне. Может, оно ещё поднимется? Вот я на это надеюсь. Не может же быть такой хлеб маленький. Тут же заявлено хлеб. Ну да. Хлеб подразумевает не булочку маленькую, а полноценный, нормальный хлеб. Что у тебя за звуки там происходят? Страшные, я не знаю. А мы сидим рядом. Я не знаю. Не отключаться, вдруг зарубётся что-нибудь, чтобы хайпанули. Такие, как ромовки даже приготовить не могут и хлеб. Это как у меня попкорн. Пришлось закрыть комментарии, да. Каждый, кто посмотрел твоё видео с попкорном, считал своим долгом. Сообщить, конечно. О всех твоих неполадках. Даже просто хотели предотвратить в дальнейшем мою гибель. Хотели меня спасти. Конечно. Что я хочу сказать. Я попробовала. А, кстати, я не попробовала. По вкусу, да, чувствуется, что здесь есть перемолотые зёрна. Сладенько. У тебя сладенько, я хочу солёненько. Такой средний вкус. Ни сладкий, ни солёный. Так не очень. Сбалансированный. А сырой не очень, если честно. Осталось две минутки. Одна минута, девочки, осталась. Мы решили эту минуту провести с вами. Мало ли, что там случится. Потому что, если что вы будете свидетелями, найдёте розовый ящик. В вселенной квартире. Или как там, чёрный чемодан. Ну, ты поняла, да? Опять у неё вот эти шутки. Ну, в смысле? Крис, ну не надо вот меня обозорить, реально. Что? Ну, ты шутишь. Слушай, я это блондинка, не понимаю. Я туплю. Я сама новости не смотрю. Шути для блондины, пожалуйста. Иногда попадаю. В самолётах, как там, чёрные ящики находят, чтобы восстановить событие и понять и расследовать дело. Что произошло? А у меня розовый ящик. А у тебя вот розовый, на который идёт запись. Готово, бинго. Ты готова? Давай, тогда. Мой хлеб. Мой хлеб. Мой первый хлеб. Что там получилось? Я говорю, Селена, вообще-то это не так уж и быстро. Что там идёт пар? Два хлеба по четыре. Да он ещё не приготовился. Ты на маленькую мощность поставь. Ну-ка, понюхай. Смотрите, он затвердел. И с корочкой даже. Затвердел, да. Выглядит как хлеб. Но он, ты знаешь, не это. Не это. Всё-таки не кусок, не батон хлеба получился. А он не поднялся совсем, я хочу тебе сказать. Вот как он расплюснулся. Может, он не должен подниматься. В общем, там написано, что он должен остыть. Давай мы его поставим, пока всё настывает. И приготовим, пока моё. А, пять минут он должен поставить. Может быть, он как раз... Как раз моё сделается уже. Ну, скажи мне, дорогая Селена, ты вообще в принципе когда-нибудь пробовала настоящий деревенский хлеб, приготовленный в нормальной печи? Наверное, когда мне было три года, я была в деревне. Была очень маленькая. У меня две бабушки были. Бабушка Маруся, бабушка Дуся. По папиной линии Дуся была. Они были где-то очень далеко в деревне. Я помню, мы ездили, коровку помню. Я помню, что колорадских жуков давила пальцами. Я, например, деревенская имела даже не в том, что это далеко, а в том, что там всё натуральное, настоящее. Внимание, отправляем мой хлебушек в микроволновку. На четыре минуты. Так что, бабушки готовили хлеб? Ну, раньше же всё готовили в печи, вот когда ещё не было заводов. Я, кажется, попадала на подобный хлеб, только белого цвета. Я даже думаю, этот более настоящий, более натуральный. Да ты что? Да, потому что... Нежели те в деревне. Это более полезный. Здесь, по-моему, грубого помола мука. Посмотри, видишь цвет? Так пахнет ещё. Так именно такой хлеб, такого цвета, самый дорогой. И зерновой ещё, содержащий зёрна. Быстрее остывай, я хочу тебя съесть уже. Нельзя. Смотри. О, нельзя? Ладно, ждём. Три минуты осталось. Три с половиной минуты ждём. Как пять минут, сказали постоять хлеб. Ну что? Осталось последние 30 секунд, и мы сейчас вытащим... О, 10 секунд. Вот, Афилон, мой хлебушек. Интересно, он поднялся или нет? Ой, господи, вы видели? Он поднялся. Он поднялся. И вышел из кружки прям. И хотел выйти из кружки. Слушай, Левый Кур. Ну я думаю, что здесь тоже поднялась. Просто у нас же он вообще тонкий был. Здесь тоже чуть-чуточку поднялся. Ой, не надо. Чуть-чуточку поднялся. Вот у меня поднялся, поднялся. Смотри, здесь можно порезать квадратиками этот хлеб солёненький, а твой кружочками. А у меня не надо даже резать, он как кекс получился. Не, мне надо же поделиться с окружающими. Как ты будешь делиться? Сейчас упадёт. Ой, что-то капает для лишнего. Упадёт сейчас? Нет. Ага, смотри. Пусть он сразу вот так и это, остывает. Встать, отличная идея. И заодно вы... Отличная идея. О, всё. А покажи, как... Ах, пар. Класс. Вот она, кружка пустая. Покажи, как ты делала, пока готовился твой кекс, покажи, что ты демонстрировала мне, как достать этот хлеб. Да, я это... Просто Кристина говорит, что он так сильно там прилип, мы его, наверное, не вытащим. Но так как это пластмассовая штучка, я просто вот здесь вот нажала пальчиками и смотрю, что он отстаёт, в принципе. Я просто хочу парировать. Конкретно. Вот. Таким образом, если делать такой хлеб, это он будет не совсем бюджетный. Вот эта штучка раз-два сломается, если её постоянно вот так вот делать. Ты чё? Слушай, у меня ведро, я кирпичи, которые делала с гипсом, я тоже вот так выдавливала гипс, понимаешь? И я загубила ведро, тоже вот так выдавливала гипсовые. Давай вот перевернём вот так твоё и будем уже стучать по ней. И ножичком уже, ты же всё равно уже отошла по кругу, по квадрату, по периметру. Но он уже трескается немного там, вот как-то вот в такой неудобно посуде. Да, наверное, в стеклянной. Вот если делать в такой, знаете, чтобы разрезать можно было потом. Или в резиновой, да? В резиновой вот так вот делают. Да. В микроволновке. Ну-ка. Режется как настоящий вот такой зерновой хлеб, да, дорогой? Вообще классный. Получился действительно, да, какой-то продают? Да. Домашняя выпечка. Ну только чуть-чуть совсем у нас получилось. Походу мой хлеб выиграет. Слушай, а у тебя кекс вообще. Да никакой не кекс. У меня более натуральный. А у тебя уже с примесью. Так, ну поехали. Пробуем. Я такой люблю зерновой хлеб. Но я почему-то представляю и твой. Я такой тоже брала с курагой, да? Для ПП это просто чудненько. Ни одного ие, никакого консерванта нет. Все натуральные ингредиенты. Мука такая-сякая. Как раз такая. Ну, что еще там? Мука такая-сякая. Концентрат такой-сякой. Я сказала, что-то нет. Семена эдакие. Солод. Ну, когда читаешь скучно. Ой, это люби. А образно. Поверхность. В общем, у меня уж и вкусно. Дай попробую. Тут молочка не хватает. Да. Я люблю хлеб. Сладенькие в меру. Чувствуется все натуральное, честно. Очень вкусно. Прям кофе им запью. А я молока хочу. Тебе есть? У-у-у. Вот, у-у-у, я видела. Где? Ты выпила? Ну, сюда. Могу сливки. Практически. Сливки могу сюда тебе сделать. Или сгущенку. Если честно, я уже так обрелась. Но он такой вкусный. Если честно, практически один и тот же вкус. Тут просто добавлена курага. Не, не только курага. Ну да. Черная. Ну, короче, сладкие засушенные фрукты. Вообще тут нарисована сметанка и этот. Можно добавить. А здесь сметанка и лучок. Не сметанка, это редиска. Не, а редиска на чем лежит? На сырке. Ну, либо сырок, либо сметанка и лучок. Но твой я уже, да, тоже попробовала кусочек. Тут просто вот эти вставочки. Сухие фрукты. Соли на самом деле вообще минимум. Может даже и нет соли. Не там, не там. Есть. Есть чуть-чуть, да? Угу. Здесь сладость натуральная. Прям вот, ну, не такого прям сладкая, да, притерная. Но очень сытно, вкусно. А главное, полезно. Девчонки, попробуйте. Четыре минуты. Просто best the best. Мы даже не доели, видите? То есть это даже не на двоих. Если вам понравилось наше видео, обязательно ставьте лайк. Кристина тоже блогер, кто еще не знает. И тоже прекрасно готовит, поэтому есть тоже опыт. И тоже прекрасно готовит, да. У нее очень много готовки. Быстрые, полезные. Это правда. Это правда и истинно. Заходите на ее канал под видео. А еще на своем канале, я, кстати, купила еще не только, у меня же второй канал, кто не знает еще. Я на своем втором канале буду тестить еще тоже там одного быстрого приготовления. Очень необычный кексик я нашла, который я еще не готовила. Мне его интересно попробовать. Но он тоже готовится быстро. И мы уже с вами вдвоем приготовим его на моем втором канале. Да, е-мое. Че? А я как буду его есть? Никак. Ты будешь смотреть видео и облизываться. Поэтому проходите на мой второй канал, тоже подписывайтесь. Не пропустите это видео, оно скоро будет. Все. А мы с вами прощаемся. Наполняемся в силу. Вам приятного аппетита, если вы кушаете. И нам тоже приятного. Всем здоровья, любви, счастья, расцветания, денег. И пока-пока. Реально такое говно, да? Ты че? Серьезно? Нет, конечно, это я шучу. Во-первых, на хлеб нельзя так говорить. Да, это шутка, Кристина. Я просто хотела твою реакцию видеть. Ну, мою-то реакцию ладно. Поглавила, поглавила, не жизнь. Спасибо. 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 Спасибо.